Израиль закрывает филиал Аль-Джазиры. Чем власти страны объясняют это решение и что планирует предпринять руководство Катарского телеканала в ответ? Сергей Ауслендер расскажет подробнее. По поводу закрытия филиала Аль-Джазиры в Израиле, министр связи даже собрал специальную пресс-конференцию. Аюб Кара, сам кстати мусульманин, заявил, что власти не намерены больше мириться с подстрекательством, которое ведет этот телеканал на территории еврейского государства. Я напомню, что Аль-Джазиры это катарская телекомпания, которая вещает с 96-го года на английском и арабском языках. В Израиле есть ее большой офис и множество нештатных корреспондентов, которые работают на палестинских территориях и в секторе газа. Компанию неоднократно обвиняли в поддержке терроризма и радикального исламизма, когда арабские страны объявили блокаду Катара. Одним из условий ее снятия было закрытие именно Аль-Джазиры. У нас есть другие каналы из разных стран, с которыми нет проблем, пусть они продолжают сообщать обо всем. Но не средство массовой информации, которое было признано сторонником террора почти всеми арабскими странами. И мы предпримем шаги против него, чтобы поддержать нашу борьбу с терроризмом и радикальным исламом. Сейчас Министерство связи обратилось в правительственное пресс-бюро с требованием лишить Аль-Джазиру аккредитации на территории Израиля. От кабельных сетей требует изъять этот канал из своих пакетов. Кроме этого, Кара обратился с письмом к министру внутренней безопасности с просьбой закрыть офисы Аль-Джазиры в израильских городах. Руководство канала Аль-Джазира собирается обжаловать этот запрет в суде, заявляет, что это покушение на свободу слова, а это странно для единственной ближневосточной демократии. На это министр связи ответил, что не надо путать подстрекательство и свободу слова, а премьер-министр его в этом поддержал. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.